Всем привет! Лето! В курортных городах Турции цены взлетели просто до небес. Ну и к тому же ситуация в мире этому сильно поспособствовала. Но можно ли найти квартиру в ультрабюджетном сегменте? Наш ответ? Да, мы такую нашли. Она находится недалеко от Анталии, так что если захочется искупаться в море, то можно сесть в автобус и поехать в Анталию, чтобы искупаться. Давайте же не будем медлить и пройдем в сторону квартиры и посмотрим, что же это за квартира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И прежде чем зайти в саму квартиру, давайте же немножко осмотримся, что находится вокруг нее. А здесь довольно простой район. Но к плюсу этой квартиры можно отнести то, что она находится в городе, который расположен немного выше в горах. И разница с Анталией составляет 10 градусов, что днем, что вечером. И если, живя в Анталии, без кондиционера в помещении прожить практически невозможно, так как температура сегодня составляет плюс 41 градус тепла днем и плюс 28 градусов тепла ночью, то здесь же температура составляет плюс 31 градус днем и плюс 18 градусов ночью. Спать ночью будет вполне комфортно. Давайте же пройдем в квартиру и посмотрим ее уже более внимательно. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, вот мы заходим в дом. Подъезд здесь самый обычный. Лифта нет. Всего в доме 4 этажа. И здесь можно наблюдать, что полы и стены не особо-то и намыты. Но оно и все правильно, ведь айдата в этом доме нет. Ну вот мы и подошли уже ближе к квартире. И здесь нас встречает вот такая культурная дверь. Давайте же зайдем в квартиру и посмотрим, что в ней есть. Как только мы вошли в дом, нас встречает небольшая, но и не маленькая прихожка, такая средних размеров. Посередине у нас кухня. Если повернуться налево, то мы увидим зал, а с правой стороны находится другая комната. Это у нас 1 плюс 1. Давайте же пройдем в кухню и посмотрим ее более внимательно. В кухне мы можем видеть, что есть гарнитур. Это у нас квартирка мебелированная. Есть небольшая газовая плита, хоть она и без духовки, но все же она есть. Также здесь установлена посудомоечная машина, что довольно удивительно, так как стоимость квартиры довольно бюджетная. Есть двухкамерный холодильник. Ну и на этом какие-то интересные вещи в кухне кончаются. Также здесь есть выход на балкон. Давайте же пройдем и посмотрим, какие виды открываются с балкона и насколько он большой. Балкон, как мы можем видеть, довольно большой, окружен зеленью разнообразной, а спереди открывается вид в улицу. Также, да, мы заворачиваем за угол и здесь еще остается территория на балконе. Вид в улицу довольно неплохой. Как говорят, это довольно спокойная улица и здесь ночью довольно тихо. Ну а сейчас мы вернемся в дом и начнем осматривать оставшиеся комнаты. Ну и давайте повернем вправо, пройдем в зал. Дверь на кухне мы прикроем, чтобы не запутаться в тех комнатах, в которых мы были и не были. Зал выглядит довольно просто. Здесь стоит пару диванчиков и пару небольших столиков. Все выглядит довольно просто, но в то же время слегка опрятно. Единственный момент это потеки на стене, которые немного портят вид этой комнаты. Это из-за особенностей турецкого отопления, они топят зимой. Печи соба, о них у нас есть отдельное видео, сейчас выйдет подсказка. А здесь мы подошли ко второму выходу на балкон. здесь выход такой же, как и с кухни. В целом, комната выглядит просторно, простенько, но со вкусом. На стене висит крепеж под телевизор. Владелец квартиры сказал, что может предоставить телевизор тем, кто будет снимать у него квартиру. Ну и давайте пройдем дальше. Слева у нас двери в туалет. Там обычный туалет, а-ля Тюрк, ничего особенного, поэтому даже заострять внимание на нем не будем. Здесь же, в прихожей, у нас установлена стиральная машина. Ну и, в принципе, больше о ней сказать нечего. обычная стиральная машина. Дальше, следующая комната, это душевая плюс привычный нам туалет. Здесь, как можно видеть, душевая ничем не отгорожена. Здесь просто вся комната, как один большой душ. Ну и давайте же посмотрим одну оставшуюся комнату, которая у нас осталась. Ну и мы как раз проходим в оставшуюся комнату. Здесь стоят две кровати. Ну, обычные кровати, ничего примечательного. Есть шкаф, но шкаф оставляет желать лучшего. Выглядит он, на мой взгляд, так себе. И также здесь есть еще один балкон. Давайте же пройдем на него и посмотрим, какие виды открываются с этого балкона. Но этот балкон выходит на сторону, где расположены соседи и виды здесь на любителя. Каждому свое, поэтому высказываться о видах с этого балкона это дело каждого. На этом балконе есть как раз печка соба, из-за которой были потеки в той комнате, о которой мы говорили. Субтитры сделал DimaTorzok Эта квартира находится в городе Кркутерин. Это примерно 60 километров от города Анталии. Стоимость ее составляет 2200 турецких лир или же по нынешнему курсу это 7100 рублей за один месяц аренды. Напишите в комментариях стоит ли эта квартира своих денег или же нет. Если вам понравилось это видео не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Также не забывайте про колокольчик чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok